Здравствуйте! Это Алина Федориненко и это программа «Мое утро». Сегодня вы проведете его вместе со мной. Начинаем с международных новостей. В Абу-Даби работает крупнейший в мире госпиталь для соколов. От операции на клюве до обследования внутренних органов. Этот госпиталь для соколов в Абу-Даби крупнейший в мире. Он создан в ОАЭ, а управляет им немецкий ветеринар Маргет Габриэле Мюллер. Она лечит птиц уже больше четверти века. «С ними очень интересно работать. Никогда не бывает скучно. И когда смотришь в их маленькие глаза, это похоже на волшебство. Они просто сказочные». Пациенты госпиталя – крупные соколы, которых используют для соколиной охоты. Эти птицы способны во время пикирующего полета развивать скорость до 300 километров в час. «Просто представьте, что они натолкнулись на препятствие или на добычу. Тогда очень легко сломать крылья, лапки или получить другие серьёзные травмы. В этом случае их везут к нам на операцию. Мы их лечим, и через месяц они снова летают». Хищные птицы могут и отравиться мясом добычи. Например, во время охоты на уток они выбирают последнюю птицу в стае, а та может оказаться больной. Поэтому ветеринар должен быстро поставить верный диагноз, чтобы успеть спасти сокола. «Госпиталь для соколов» похож на обычную больницу для людей. Здесь есть операционные, палаты, отделение интенсивной терапии и лаборатория. Сюда могут приходить и гости, которые хотят больше узнать о хищных птицах и пообщаться с ними. «Они невероятно величественные, красивые, безмятежные. В них есть сила и дух». В Арабских Эмиратах очень ценят этих пернатых хищников. Соколиной охотой здесь занимались ещё до прихода ислама. В наши дни купить сокола и участвовать в соревнованиях могут позволить себе только состоятельные арабы. Соколиная охота для них не просто спорт, а многовековая традиция. В страну запрещено возить соколов из-за границы. Каждой местной птице выдают паспорт. Причём этим пернатым разрешено путешествовать вместе с владельцем прямо в салоне самолёта. В госпитале работают более ста ветеринаров. Ежегодно здесь лечатся или проходят осмотр 12 тысяч птиц. Йога – это современный популярный вид занятий. Если вы не знаете, как ей заниматься, смотрите наш следующий сюжет. Сурья намаскара или приветствие солнца – это практика, которая пришла к нам из глубокой древности. При выполнении важно сохранить последовательность, чтобы гармонично связать движение и дыхание. Тадасана. Поставьте ноги вместе. Пятки и большие пальцы стоп должны соприкасаться друг с другом. Выпрямите спину, расправьте грудь, стойте прямо. Внимание сосредоточьте на одной точке. Поза 1. Сделайте вдох через нос, поднимите руки вверх над головой и соедините их вместе. Немного наклоните голову назад и посмотрите на пальцы рук. Поза 2. Из положения поза 1, медленно выдыхая, опустите руки вниз. Коснитесь ими пола с одноименной стороны от стоп и дотянитесь носом до колен. Ноги в коленях должны быть выпрямлены. Выполните вдох и поднимите только голову. Спина должна быть ровной. Поза 3. Сделайте выдох и поставьте ладони на пол. Переместите ноги назад, чтобы тело расположилось параллельно земле. Сохраните тело прямым. Опирайтесь лишь на ладони и пальцы ног. Из положения планки можно выходить прыжком или отступая назад правой ногой. Поза 4. Оставаясь в положении планки, вдохните и прогнитесь в пояснице. Направьте грудь вперед и выпрямите руки. Колени и бедра не должны касаться пола. Выпрямите стопы, пальцы ног держите вместе. Подъемы стоп должны касаться пола. Поза 5. Одновременно с выдохом подайте поясницу вверх. Голову наклоните вперед и прижмите стопы к полу. Максимально втяните живот. Зафиксируйте позицию. Прочувствуйте напряжение мышц живота и сконцентрируйтесь на своих ощущениях. Вернитесь к позе 2, а потом примите позу, с которой начинался комплекс. Затем выпрямитесь и примите тадасану. Проводя комплекс, сконцентрируйтесь на выполнении асан и дыхательном цикле. После выполнения можно заняться медитацией. Будьте в форме! А вы знаете, как готовить американские панкейки? Если нет, то внимание на экран. Субтитры подогнал «Симон» 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 Много лет я занималась рукоделием. Изготавливала браслеты и бусы. Для того, чтобы узнать, как делать брошки, смотрите наш следующий сюжет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вы думаете, что бумажные самолётики – это просто? А вот и нет. Для того, чтобы узнать, какие бывают виды и модели, посмотрите на следующий сюжет. Модели бумажных самолётиков Наверняка каждый из вас в детстве конструировал бумажные самолётики и соревновался со своими друзьями, выясняя, кто дальше сможет запустить своё творение. В этом видео мы решили поностальгировать. Представляем вам тройку самых популярных, на наш взгляд, моделей. Первая модель – классическая или глайдер. Вторая модель уступает скорости первой, но выигрывает в дальности полёта. Ну и последняя модель. Она гораздо быстрее предыдущих, но дистанция её полёта короче. Продолжение следует... Продолжение следует... Надеемся, это видео вызвало у вас улыбку и тёплые воспоминания о детстве. Следующая рубрика для мам и пап – «Развивающая среда для детей». Что это? Узнаем далее. Развивающая среда – это всё, что окружает вашего ребёнка и так или иначе влияет на его развитие. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок развивался интенсивно, гармонично и естественно, то вам обязательно стоит задуматься над тем, как создать вокруг правильную развивающую среду. Именно об этом мы вам сегодня и расскажем. Для начала перечислим главные преимущества правильно обустроенного пространства вокруг ребёнка. Во-первых, такой тип окружения поможет родителям снять с себя часть обязанностей, ведь ребёнок уже будет развиваться, осваивая ту среду, которую вы для него придумали и создали. Во-вторых, это огромный постоянный ресурс для развития, который доступен для ребёнка практически в любое время, за исключением нахождения вне дома и сна. Убедитесь, что вы не совершаете следующие типичные ошибки. Детская комната напоминает склад игрушек, возможность использования которых сильно ограничена. Большинство игрушек однообразны. Тут родителям нужно понимать, что количество не всегда равно качеству и пользе. Куда лучше для вашего ребёнка, если для игры у него небольшое количество игрушек, но тщательно подобранных, таких, которые будут расти вместе с ним и решать актуальные задачи по развитию с помощью широкого арсенала функций. Очень часто родители, опасаясь беспорядка или порчи тех или иных игрушек, прячут их в труднодоступные места. Это ещё одна типичная ошибка – не в пользу развивающей среды. В правильно оформленном детском развивающем пространстве все игрушки должны находиться в открытом для малыша доступе. Состав игр или игрушек долго остаётся статичным или меняется бессистемно. Помните, что одно из главных правил развивающей среды – её продуманность. А теперь поговорим о том, как же всё-таки создать развивающее пространство и с чего начать. В первую очередь следует избавиться от ненужных, неактуальных, однообразных и несоответствующих возрасту ребёнка игрушек и игр. Всё, что останется, следует распределить по нескольким зонам, которые вы можете сформировать как мысленно, так и физически, с использованием всевозможных контейнеров, коробок, ящиков, полок и так далее. Развивающая среда детей дошкольного возраста обязательно должна включать в себя игры и игрушки, охватывающие следующие направления. «Развитие речи». Сюда относим книги, карточки, тематические альбомы, плакаты, карточки с упражнениями для артикуляционной гимнастики, игрушки со звуковым сопровождением, которые направлены на развитие речи ребёнка и обогащение его словарного запаса. Мне с тобой весело, а ты можешь сказать «и-и-у-у». Оранжевые колёса крутятся, ты можешь покружиться. Развитие мелкой моторики и сенсорики – это конструкторы, шнуровки, бусы, игрушки с застёжками, кнопками, переключателями, рычагами и так далее. Сенсорные коробки с разным наполнением. К зоне логики относим кубики, пазлы, пирамиды, сортеры, лото и другие настольные логические игры. Зона творчества – это рабочее место, где можно рисовать красками, карандашами, фломастерами, мелом, где можно лепить и резать. Физическое развитие. В идеале это специальный развивающий комплекс, но если у вас нет возможности оборудовать такой, то его могут заменить или при наличии дополнить фитбол, массажная дорожка и мячи. За эмоционально-личностное развитие ребёнка и его воображение отвечает зона, наполнять которую должны различные игрушки для ролевых игр, пальчиковый театр и другой реквизит для сюжетных игр. Отдельно хочется отметить так называемую зону Монтессори. Это предметы для знакомства ребёнка с окружающим миром. Географические карты, совместно засушенный гербарий, компас и так далее. А также инструменты для домашних дел – веник, тряпочка, ведёрко, фартук и так далее. Когда вы позаботитесь о том, чтобы каждая из зон была правильно заполнена, следует также подумать о правилах, которые помогут развивающей среде нормально функционировать. Сюда можно отнести два главных принципа. Развивающая среда должна меняться по мере роста и развития ребёнка. Для поддержания порядка должны быть установлены обязательные к исполнению правила. Например, что ко всем игрушкам и материалам стоит относиться бережно, а после игры возвращать на место. До свидания! С вами была Алина Федориненко. И это программа «Моё утро». Желаю вам хорошего и продуктивного дня. Не переключайтесь. Далее мультик. Субтитры подогнал «Симон»!